и добить на пляж на пляж и за девочки время 12 час не пол везде помыла на втором этаже я прям влажном купальнике хожу и короче халат видите тоже весь мокрый этот как его не снимаю его девочки мне прям это влагу держит и не жарко куполик влажный и халат влажный не мокрый а просто это влажный не секрет вода я имею ввиду все перемыла сейчас у бабули что-то давление высокое 168 было потом дала ларису с утра врач приписала потом ларису дала было 152 потом дала плодипен девочки сейчас 142 спустилась голова кружится ну я понимаю конечно все же возраст у нее еще и лежит она и запорами сильно страдает всю жизнь запорами страдает сейчас от сенаде пьем до две таблетки утром две таблетки вечером ничего не помогает утолок наверно приду дам два дня не ходил в туалет а до этого жизнь я не ходила плохо туалет надо ходить это у нас каждый день в туалет ходит и это глава кружится от того что лежит и неподвижный образ жизни ведет ходить не может девочки коленки съезжают уже вот тяжело ей тяжелая старость девочки честно скажу и дай бог никому бедная вот сижу си и разговариваю успокаиваю и ой господи доживешь вот так до старости до девчонки и никакой радости нет она вот прям даже вчера плакала горт умереть хочу бабуль не говорите-ка такие слова говорю на кого гору деда оставите одного легче ему тебя как-то легче говорит все вдвоем они вдвоем и первый раз вижу да во первых чтобы мужчина и даже для такого возраста и мы вместе короче спят в одной кровати и не в обнимку спят я имею ввиду а просто вместе потом ложат дедушка с одного края вообще главное знаете как интересно этот одеяло спали под одним одеялом дедушка всегда старается бабушке чтобы больше одеяло досталось они то спят по краям кровать широкая двуспальная и на деда край одеяло не попадает вот а дедушка не обижается у него боковина левая вся открытая а главное чтобы бабульник у него в тепле лежала я говорю так и так говорю надо еще одно одеяло хозяевам вчера дали одеяло деда этот селил предъяльником где теперь знаете какой довольный не надо а то я вам поплотнее чем бабушки у бабушки потомца отдавать ему мага бабушка дадим это поплотнее одеяло он такой вот знаете очень хорошую не любит свою хозяйку переживательный такой прям трепетный хорошими конечно муж ничего не могу сказать старается и не расстроить всегда всегда снизу во всем соглашается она бывает так на него строго пара ну крикник так знаете молчит такой я смотрю так со стороны девочки да такая милая пару вообще вот честно скажу он так такой прям вроде бы мужчина давать мужчина а он такой везде вот и старается уступить переживает когда у него голова болит кружится голова переживает он за нее вот так девочки какие они молодцы дай бог конечно и мы обоим здоровье дай бог и пускай живут до 100 лет где-то как ты мне сказал на днях несколько дней там назад я в виду ли о чем думаешь думаю как бы до 100 лет когда какой молодец говорила молодец вот такой еще такой бодрячком как более-менее вы даже вот у него рука весит левая да у тоже лежал он долго лежал с футунками ходит согнутый весь но потихонечку до кухни и до унитаза ходит по большому сам описывает он у него рядом бедро стоит ну со стулами я рассказывала мыла стул и вон и весь грязный был на стульчике там дырочку него этот дачный такой пластиковый стульчик присоединяем туда а по большому он обязательно туалета дойдет одной рукой одевать шаны горды дуль давай якур тебя одену не надо я сам 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 не надо беспокоиться что я тогда сам то буду делать сам все хочет девчонки пар конечно очень хорошая вы говорите дети плохо относятся там кто-то написал нет очень хорошие короче вот у них сын человек состоятельный как бы видно же сразу да вот и снаха постоянно навещает до приходит каждый день все все спрашивает все что надо всегда съездить на машине все купить девчонки вы знаете даже вот я вот я говорила да всегда говорила что я никогда никому не завидую девочки я вот вам честно положу руку на сердце да никогда никому не завидовала а вот этой паре я завидую и знаете чему я завидую я завидую то что у них очень хороший старость девочки очень очень у них очень хороший присмотр за ними их привезли сюда обоих три года тому назад поселили в хороший дом да все нехорошо но немножко не было порядка до меня потому что ну приезжала женщина три года у них работала раз неделю три раза по три часа только готовить бабушка ходила еще сама ногах убираться там никто не убирался может быть редко кто-то убирался но так поверхностно ладно это уже дело следующего вот а так ведь у них все девочки все у них есть понимаете уход конечно хорошие девчонки ничего не могу сказать им дети ни в чем не отказывают всегда контроль всегда девчонки это очень большое дело в старости да я завидую мне бы например очень хотелось бы такую старость как у них я вам честно говорю наверное даже и вы бы от такой старости не отказались девочки потому что я много видела людей девчонки да и старые бабушки работала я с ними где в ободранных квартирах с разбитыми окнами с кровотечением кишечника да с полипами а дочь живет очень хорошо в подмосковье в трехэтажном коттедже с мужем с военным и ничего для своей мамы не делает ничего она когда я сказала что нужно полипы обследовать убирать операцию делать что операция стоит одна от 4 тысяч до 6 тысяч это было года четыре там назад она меня наняла по звонку как бы я приезжала каждый день даже бабушка смотрела она даже не приехала девочки я квартира ободранная обои висели как сопли висели и окна замотанные скотчем она сказала ничего мы делать не будем она все равно помрет все равно мы эту квартиру будем продавать ванная отошла вся гнилая там кастрюли у бабушки все сожженные то что она готовила поставить мясо кусок варить она забудет и горит у нее там представляете таких я видел людей не дай бог такую старость скротечением и положили больницу полип у нее лопнули не знаю сейчас жива не жива не знаю девчонки я не интересуюсь своими бывшими подопечными смыслами интересоваться если мне это хватает настоящее время до моих подопечных сами подумайте он может мне обсудить и скажешь почему не интересуешься почему я должна девочка интересоваться создавать себе головной боль мне хватает когда вот узнаете за мою историю рабочую да вообще за сколько лет я работаю я вам скажу вот я уже рассказывала у меня значит я работала за раком больным с онкологии простаты это трафик василий стеров был у меня 83 года с половиной он ушел это мой первый подопечный был не первый нет нет не первый подопечный был первый первый подопечный был которую ушел умер на моих глазах я его три недели вела хотя врачи сказали что только неделю проживет вот потом у меня была тетя маша с сахарным диабетом бабушка маша слепая полностью 7 лет она была слепая мы с ней жили и коли там жил тоже она ушла это вот но которые вот люди на моих глазах уходили при мне вот да вот у трофе василища я присутствовал на похоронах меня дети не отпускали тетя маша когда ушла я покинула их сразу и похоронах больше я ни у кого не присутствовала и больше на моих глазах никто не уходил девочки люди уходили уже были до подопечные и старые по болезни как бы до в пожилом возрасте уходили уже без меня вот так девочки я видела всяких людей до видела их них родственников как и отношения такие отношения как у моей вот этой пары очень хорошие отношения детей не честно я вам скажу не каждому так везет оля конечно я понимаю оля бровенко на меня обиделась для них я не пыталась ее обидеть никак каждый имеет право на свое личное мнение мне не нравится то что меня будут ее подписчики унижать а ее бы возвышать там одна пишет вы для нас багира багира только я я озвучивала и обозначивала почему я себя назвала багирой вот мне не нравится когда меня будут унижать где-то до возвышать от человека который меня как бы рекомендовал да вот и повышать этим самым свою самооценку когда в ее комментариях и меня будут оскорблять и возвышать ее я имею право сказать что мне это ранее не нравится крайне то что она обиделась мне без разницы на обиженных воду возят и хуй кладут по-русски говоря испокон дедков так было и то что человек написал я тебя отписалась это не говорит о том что она не будет смотреть мой канал я уверена сто процентов что это женщина будет всегда заходить на мой канал и смотреть за моей жизнью это даже не надо гадалки ходить я просто знаю я смотрела ее два ролика я поняла что она за человек и я не скажу что она плохой человек нет я не могу сказать что на плохой человек все скажете вот там думаешь про нее плохо нет я не вообще плохого не думаю женщина как женщина вот просто я увидела в то что ей нравится когда и по ним она поднимает себе самооценку за счет других за счет меня а зачем это надо я не последнее место занимаю в этой жизни у меня как бы сказать тоже свой характер до свои мысли и я рассказываю все вслух вот так вот пускай смотрит я ничего не не потеряла она ничего не приобрела как-то так девочки пойду я поплаваю девчоночки красавицы мои не обессудьте искупалась девчонки так здорово вообще прям вот эти дни да я посмотрела по прогнозу у нас уже по моему с пятницы начнется похолодание в субботу и воскресенье вообще будет холодно ну где-то 15 градусов днем 18 а потом все ниже ниже с сентября дожди пойдут думаю поймаю вот эти еще два дня вот покупаясь потом когда уже когда в таком водоеме я могу потом никогда не оказаться потому что придется уезжать и уже естественно здесь я уже не буду вот еще знаете что хочу сказать написала одна тварь там таких людей я могу только назвать тварей это мое личное мнение и мне его никак не изменить пишет значит багира я ее блог сразу брала мне хотелось пол топтать багира ты там весь лес засрала своими бычками я к таким похожим людям хотела бы обратиться заранее да где факты и доказательства что я здесь засрала бычками лес это раз если такие люди сами засранцы и срут где живут то это не говорит о том что я такой же человек это во вторых а в третьих я никогда не разбрасываю не оставляю после себя мусор я складываю вот здесь у меня могу показать место бочки вот в этом месте да вот тут бабочка сегодня курила три-четыре штуки они накапливаются я потом их забираю и уношу с собой мусорный пакет складываю в общем мусорный пакет его нашел мусорку как-то так чтобы были в курсе не люблю без доказательства без фактов да когда меня пытаются оскорбить я называть таких людей в барине честно если вы хотите меня оскорбить предоставьте доказательства хорошо факты как-то так терпите я свой адрес ничего не буду никакой грязи с вашей стороны сразу видите в банк вот а еще хотела добавить да по поводу воли она отписалась от меня сообщил мне об этом что убрала ролик обо мне да я ничего не против пускай отписалась пускай убрала хорошо но я на нее тоже подписана и могу сказать не знаю что она будет смотреть мой канал будет смотреть потому что я для нее интересно вот скажем так может быть она она мне честно сказать не настолько интересно да но против ради любопытства я вам честно скажу я оставила подписку на нее я не отписывалась я не буду смотреть там например каждый ролик да вот потому что у меня во первых время нет вот и во вторых есть более интересные блогеры которых я смотрю иногда которых выбираю время а так я буду их захотеть иногда да редко просто слушать ее я говорю правду а как блогер можно послушать но для меня как бы не на постоянной основе я не хочу не хочу ничем оскорбить но это опять же мое мнение я никого как бы сказать никому не навязывая свое мнение я просто говорю как есть могут обижаться могут не обижаться за ту правду сказала лицемерить обманывать врать это не мое вот как то так что-то еще хотела сказать девчонки что-то еще хотела сказать что-то вот хотел что-то перемешалось у меня все заебали уже все мои внешностью блять я знаю одно что у меня очень хорошая внешность что я очень хорошо выгляжу вот я там она писала что и писали то что я я там как бы плохо выгляжу я заебись выгляжу и она говорила в ответ что я просто устала да ничего я не устать не устала вами очень много энергии я очень энергичный человек вы даже не можете представить какой я энергичный человек вот мне хватает я очень много могу в своей жизни выдержать а а внешность как внешность хорошая привлекательная внешность во мне все данные есть как с внешней стороны так и с внутренней вот я в себе уверенная девушка среднего возраста чтобы мне не говорили потому что пишите в интернете одно а в реальной жизни мне такого никто еще не говорил что пишите в интернете может быть вы скажете тут лицемерит хотя может быть и лицемерит и не знаю всякой может быть вот короче я пойду потихонечку там по дороге обсохну чуть-чуть прям хорошо хорошо прям прям вот с этими днями не ахут расставаться жары все ниже такого нет он может быть к обеду ближе будет пойду картошку почищу поставлю готовить туры скоро обед буду кормить своих супчиком пюре с капусткой с их нелюбимой и гречку надо прокалить поставить мне в духовку прокалить надо ее сделать дома довести завтра скорее всего его буду варить с кашу с мясом вот потому что ну сколько можно есть эту картошку и кстати сахар вот сахар сегодня померил на таща хороший сахар у бабули 5,8 у дедушки 5,2 есть может быть какие-то предрасположенности до к сахарному диабету у бабушки да немножечко немножечко но это уже я так подумала да девчонки это не страшно для ее возраста если даже противоположно против противоположность есть к сахарному диабету да что это не уже не страшно для него возраста она конечно немного кушает картошки сахар да это даже можно не отменять как бы в ихнем возрасте у деда вообще хороший сахар да вот и свой сахар замерила я сегодня тоже давно не мерила замерила у меня 5,9 на тащат тоже нормальный метаформил короче я давно не пила у меня с собой он имеется я с собой привезла но где-то я уже девчонки не пью но месяца полтора я периодически бросаю пить потом опять начинает где-то месяца два пью мне как вот ухожу к врачу да мне говорят пейте ну он как вы знаете такой препарат он тоже очень сажает печень вот я как бы вижу что нуждаясь какая-то дар его пить я его пью месяца полтора-два потом бросаю девочки слежу за сахаром насколько это возможно вот потому что печеночка у меня подхрамывает сейчас я пью кто не знает кто знает короче я гептер да принимаю вот у меня еще надо пропить где-то сколько там не 10 не 10 может 15 12 а там по таблеткам еще не считал но месяца на пропить гептер на лыжах гоняет вот хорошо идет человек на лыжах не падает видите а то обычно все какие-то студенты падают а это прям хорошо идет класс хорошо здесь что хорошо то хорошо прям наслаждаясь да и вот знаете мне мало мало наслаждения вот сижу здесь да вот наслаждаюсь вот села на вас вами болтаю и наслаждаюсь девочки природы погоды да и не так этого мало не хочется мне хочется прямо так сеть да например и просто без отрыва так вот посидеть закрытыми глазами там можно приоткрывать немножко часа два хотя бы просто вот так надо в одной позе позиции вот в этой не могу времени о как хорошо прям это смотрите они развернулись и хорошо идет назад не падает класс молодец похвально похвально ну и вот как бы поговорили обо всем и вроде бы ни о чем да девочки даже не знаю как назвать ролик на золу как-нибудь не обессудьте не хотела никого огорчить так получается обижаются люди сами не знают на что никого не хотела обидеть я считаю что на правду не надо обижаться и оскорбить никого не оскорбляю по поводу даже видите у меня даже я не озвучиваю по поводу внешних данных данных оли хотя могу озвучить свою точку зрения но не буду не буду не буду не хочу не хочу потому что я почувствовала что человек может обидеться да она и так уже обиделась на меня вот свою точку зрения бы могла бы высказать если бы я была бы настолько жестоко понимаете по поводу внешних данных но не буду этого делать потому что на вкуса цвета советчиков нет я лучше промолчу а она обсуждала мои внешние данные а я не буду мы же разные люди правильно и по-разному смотрим на жизнь и на внешность всего хорошего вам добра спасибо вам за то что вы меня хоть слушайте это прислушивайтесь да кто-то понимает кто-то не понимает для всех я не буду шоколадной конфеты золотой вертки я спокойно к этому отношусь так как человек адекватный рассудитель адекватный кто-то мне считает ненормальный посчитает на каждый роток не накинешь платок